В этом учебном году, благодаря новому закону об инклюзивном образовании, дети с ограниченными возможностями здоровья пошли в обычные школы. Только в Тюмени за партой сели почти три сотни таких ребятишек. В чем же суть инклюзии и насколько школы готовы принять и обучать детей с особенностями развития, об этом мы поговорим с директором Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета, руководителем Центра инклюзивного образования Людмилой Волосниковой. Людмила Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, об инклюзивном образовании сейчас говорят очень много, но, на мой взгляд, не все понимают, в общем-то, в чем суть инклюзивного образования. Так в чем же она? Вы совершенно правы. Сейчас много говорят об инклюзивном образовании, но не только говорят, но и делают для того, чтобы инклюзивная образовательная среда действительно состоялась. Инклюзивное образование понимается в двух смыслах – в узком и в широком. Когда мы говорим об инклюзии в узком смысле, это значит, что мы включаем детей с ограниченными возможностями здоровья в общий класс и обеспечиваем его полноценное развитие. А когда мы говорим об инклюзивном образовании в широком смысле, это понимание закреплено в федеральном законе об образовании в Российской Федерации. Инклюзивное образование означает право каждого человека, независимо от состояния его здоровья, возраста, происхождения, социального положения, право на доступ к качественному образованию, без барьеров. Ну вот смотрите, опять же, инклюзивное образование – это не просто когда дети у нас учатся наравне со здоровьем в этом же классе, это еще и какое-то оснащение какой-то технической базой, это еще и подготовка педагогов. То есть вот наши школы, они соответствуют этим требованиям? Совершенно верно, вы правы. Нельзя просто так бросить ребенка с ограниченными возможностями здоровья, да еще и с тяжелыми нарушениями здоровья просто в обычный класс. Прежде чем погрузить ребенка в общеобразовательную школу, для него необходимо создать специальную среду, соответствующую состоянию его здоровья. Обеспечить, конечно же, полноценное медико-психологическое и педагогическое сопровождение, для этого должна быть целая армия обученных специалистов в общеобразовательной организации, и, конечно же, подготовить педагогов для работы с таким ребенком. Сейчас очень много делается, в нашем регионе ведется подготовка учителей инклюзивного образования, ведется подготовка тьютеров на базе различных организаций. В частности, эта подготовка ведется и в Тюменском государственном университете. Ну вот означает ли переход на инклюзивное образование отказ от системы, получается, коррекционных школ? Угу. Даже в тех странах, где уровень инклюзии очень высок, это, например, Федеративная Республика Германия, в которой я была буквально месяц назад на очередной стажировке по нашему проекту по инклюзивному образованию, там доля инклюзивных школ достигает 80%, но, тем не менее, вопрос о ликвидации полной коррекционной школы, конечно же, никто не ставит. Инклюзия имеет свои разумные пределы, пока еще точно этот уровень никто не определил, но порой ребенку с ограниченными возможностями здоровья лучше обучаться в специализированной школе, где есть специальные условия, где специалисты, где задается темп его развития обучения, соответствующий его возможностям, и для некоторых детей, возможно, специальная школа является благом. Вот вы затронули тему тьютеров. Хватает ли их? Во всех ли тюменских школах они есть? Ну, к сожалению, инклюзивное образование действительно требует полноценного сопровождения каждого ребенка, и не только ребенка, но и студента-инвалида в тьютерской помощи. Сейчас, конечно же, количества тьютеров недостаточно. Должность тьютера предусмотрена в едином квалификационном справочнике работников системы образования. Это относится к категории педагогического работника, и это как раз тот самый человек, который обеспечивает индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение того человека, который в этом нуждается. Тьютеров, конечно же, не хватает. Тьютеров сейчас готовят у нас на базе Тюменского педагогического колледжа, и также Тюменский государственный университет имеет опыт подготовки тьютеров для системы профессионального образования. Проблемы здесь следующие. Первое, это, как я уже сказала, дефицит тьютеров. Проблема вторая, ну, по какому-то законодательному недоразумению, хотя тьютер отнесен в должности педагогических работников в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с не ошибаюсь, 2003 года, он не имеет права на продолжительный отпуск 56 дней, который положен другим работникам педагогическим. Это, конечно, очень проблематично, потому что эта работа очень тяжелая. Она предполагает огромную психологическую нагрузку, ну, представляете, что такое работать 6 часов подряд с ребенком, например, с аутизмом. Вот, поэтому я, можно только надеяться, что это законодательное недоразумение будет в ближайшее время устранено. Вот смотрите, многие родители у нас опасаются того, что опримут ли моего особого ребенка, скажем, здоровые одноклассники. Эти опасения, может быть, где-то, ну, можно их понять. И, опять, сразу возникает вопрос, наше общество вообще готово к инклюзии? Наше общество, конечно же, не совсем готово к инклюзии, как показывают опросы экспертов, недавно проведенные в том числе. И мы опрашивали педагогов системы профессионального образования. Но на самом деле детская группа и юношеская группа, она достаточно быстро и легко адаптируется к ребенку с особыми возможностями здоровья. Это показывает ему личный педагогический опыт. При правильной подготовке психологической класса, ребят, аудитории, дети хорошо принимают ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Проблема здесь в основном одна. Здесь в основном страх родителей здоровых детей, что придет такой ребенок, и их страхи можно понять, потому что они боятся, что теперь педагог основные свои усилия сосредоточит на оказании помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Его ребенок будет испытывать дефицит педагогического внимания. Эти опасения вполне как бы объяснимы. И здесь ничего другого, кроме как внимательной разъяснительной работы с такой категорией детей. Разъяснением того, что на самом деле приход такого ребенка в класс является дополнительным ресурсом развития, в том числе и здоровых детей, потому что у них появляется новый социальный опыт, новые социальные практики. Появление такого ребенка будет вечным, наши добрые чувства, которые в нас заложены. В человеке, как известно, все заложено уже с детства. И склонность к добру, и зло. И вот появление вот такого ребенка, оно как раз стимулирует наш добрый потенциал, который надо развивать. Спасибо большое за интересную беседу. Ждем вас снова в гости. Спасибо большое. До свидания. Напомним о том, как дети-инвалиды должны учиться в обычных школах, и почему реализовать в нашей стране это непросто. Мы беседовали с директором Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета, руководителем Центра инклюзивного образования Людмилой Волосниковой. Спасибо.